Здарова, друзья, с вами Влад Кабуста. Сегодня я вам расскажу всё о новом событии, которое нас ожидает скоро FIFA Mobile. Национальный герой, я предугадал, говорил то, что это событие будет. И также о Лиге Чемпионов я тоже самое говорил, что оно выйдет. Поэтому, мне кажется, то, что я вам сегодня постараюсь всё подробно рассказать, какое же вас событие ожидает через ровно 10 дней, а возможно даже 9. Начнём, пожалуй, с того, что результаты на все мои прошлые конкурсы будут находиться у меня сегодня в Телеграм-канале. Я вечерком, я думаю, для вас сделаю, это будет намного комфортнее мне, да и вам, думаю. Поэтому, смотрите, у вас сегодня тоже есть как раз офигенная возможность, чтобы от меня получить обычный набор за 55 гривен, ну прям любой набор, который хотите в игре у нас. Выбирайте набор 55 гривен, вам сбрасываю, вы покупаете его себе. Либо от меня получить звёздный абонемент или 5750 FIFA Points. 1000 лайков, обычный набор, вот прям любой. Звёздный абонемент, 2000 лайков, 3000 лайков, 5750 FIFA Points на свой баланс. Обязательно участвуйте. Для того, чтобы вы сумели принять участие, вам нужно всего лишь быть подписчиком моего канала, открыть ваши подписки, поставить лайк, написать комментарий, что вы участвуете и желательно вашу социальную сеть, чтобы я сумел с вами связаться. И открывайте ваши подписки, потому что программа не сумеет вас выбрать. И прям самое обязательное быть подписчиком моего телеграм-канала. Я вам хочу посоветовать своих новых легальных партнёров из компании Бэтбум. Они предлагают каждому из вас высоченный кафе на все спортивные события. Регистрация проходит всего лишь за 15 секунд, моментальный вывоз рез без каких-либо потерь. И по моему промокоду Влад вы получаете 2000 фрибетов. Сегодня у нас играет Англия с Данией. Мои друзья из компании Бэтбум вам предлагают самый высокий кафе на этот матч. И не только, на все матчи Евро 2020 по моему промокоду Влад вы сумеете получить бесплатно 2000 фрибетов. Нужную ссылку я оставлю каждому из вас в закреплённом комментарии. Пользуйтесь, как можно скорее получайте свои бонусы. И кстати, если кому-то из вас нужна накрутка монет, либо FIFA Points по доступным ценам, обращайтесь ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. И для оптовиков сейчас действуют офигенные цены на монетки. Так что пишите, буду рад каждому из вас. Ну а мы для начала начнём вместе с вами с FIFA Mobile 18 версии. Эта версия была одна из самых крутых для меня, хотя и для многих из вас тоже. Но сейчас FIFA 21 мне тоже как-то зашла, но не хватает немножко некоторых наборов, там где за самоцветы заполниться открываешь и есть шансы получили рака. Это было бы реально круто, если бы нам такое добавили, а так вполне достойная версия. Смотрите, что у нас было в 18 версии? Нам нужно было быть, грубо говоря, пиратами и мы охотились за сокровищами. Мы проходили по карте, с помощью того, что мы проходим по карте, мы получаем нужные нам жетончики и за эти жетоны мы получаем самых лучших игроков. Но был один огромный баг в FIFA Mobile 18 версии. Я для вас маленькую такую подводку делаю, чтобы рассказать, какие же у нас были разные части охоты за сокровищами. И у вас есть реально офигенный шанс укатать, какой же всё-таки будет следующим охоты за сокровищами. И вы от меня сумеете получить 250, а возможно 350 рублей или 500 даже закину. Посмотрим, короче, как будет по активу, если огромный актив будет, тогда побольше вам закину. И обязательно, чтобы вы были подписчиками и написали это в комментариях. Угадывайте, пытайтесь, пробуйте. Смотрите, у нас были дублоны, поднятие паруса и так далее. Всё это было взаимосвязано. И под конец у вас был реально офигенный шанс забрать карточку Роналду. Прайм-кумира. Хотя на самом деле я вас обманываю. Был баг 18-й версии. И с помощью бага многие из вас позабирали карточку Роналду. И также остальных игроков, которые находились в этом событии. Еспортс как на тот момент поступили? Они взяли за то, что вы использовали баг с энергией. Ну и даже не с энергией, а с наборами. Если кликером ты клацаешь по одному и тому же набору очень быстро, много раз. Тогда у вас открывается этот набор миллион раз. И с помощью того, что он у вас открывается миллион раз, вы получаете все нужные дублоны. Или я не помню, что там именно нужно было получать. Но дублон, если не ошибаюсь. Из-за дублончики вы забираете всех игроков, которые вам нужно забрать. И в конечном итоге получаете абсолютно бесплатную карточку Прайм-кумира. Ровно день или два у нас этот баг был в игре. И после этого Еспортс разозлились и сказали. Не, ребята, так дело не пойдёт. Вы используете баги. И за то, что вы используете баги, мы решим вас просто наказать и проучить. И показать, как всё дело происходит у нас в игре. Блокнули абсолютно всех. Ну и... ХЗ, что дальше было. Многие начинали заново играть, но изобилие. Поэтому, если вы видели то, что есть какой-то крайний такой неприятный баг. Ну, может быть и приятный баг. Но на деле не стоит пользоваться багами. Потому что чаще всего Еспортс блочит за баги. Но сейчас Еспортс начали руководствоваться немного иной системой. И блокируют не на постоянную основу, а на некоторое количество времени. И, как мне кажется, это правильное руководство. Поэтому всё круто в этом плане. Даже если вы воспользовались багами, то, возможно, вас разблочат через месяц, два, три. А может быть и через неделю. Так что вот так. Поднятие паруса. Смотрите, как у нас это всё выглядело. Курс на север. Мы сами выбирали, куда мы курс будем наш именно прокладывать. И нам нужно было сбить корабль, если я не ошибаюсь. Либо забрать награду. Точно не особо помню, потому что... А, вот. До точки Х. Именно до крестика нужно было нам дойти. И за это мы получаем какую-то награду. Сейчас давайте проверим. Заберу, не заберу награду. Я не помню. Это дело не дело. А нет, всё-таки дело. Блин, круто. Курс на запад. И здесь за это мы получаем... А-а-а! Короче, мы двигаемся к крестику. За то, что мы с помощью севера, востока, запада и юга продвинулись до нужной нам точки. То есть крестика. За это мы получаем возможность открыть сундук с сокровищами. И в этом сундуке находятся дублоны, монетки, либо матрос. Но сейчас, если вдруг нас такой вот вернут, то мне кажется, то, что возможно у нас, знаете, что будет находиться здесь? Усиление навыков, тренировочный опыт, всякое Г, которое только может находиться. А возможно сюда ещё добавят прайм-кумира. Потому что в следующей части я просто удивляю тем, что добавляли туда бесплатных прайм-кумиров. Охота за сокровищами это чаще всего то событие, там где можно нафармить очень много монет. Хотя на самом деле вру. Можно было нафармить очень много игроков и разных ништячков. Поэтому я это событие больше всего нас ждут, даже больше, чем Тодсов. Тодсов, конечно, крутое событие, но... Если бы вернуть 18-го ходу за сокровищами, вот тогда вы прям насладились бы этой игрой сполна. Сказали бы, да, разработчики вы просто крутейшие. Поэтому мы должны дождаться и узнать, что же ей спортс для нас подготовит. Я, как всегда, верю в лучшее. Смотрите, какой эффект красивого открывания был вот этих вот наборов. Так всё ярко, ну не ярко даже. Вот как-то такой вот цвет, который вот тебя манит. Переместиться к точке Х сразу можно было. Если не ошибаюсь, если вам карта выпала, то вы могли за мгновение переместиться к точке Х, и вам не нужно было тратить ваши жетончики для передвижения. Поэтому были свои ништячки. И там, заметьте, ещё и прайм-кумира карточка находится. Обожаю это. А вот, смотрите, смотрите. Вот что здесь нужно было пройти для того, чтобы получить в конце прайм-кумира. Блин, не показал. Обидно. Ну, короче, была возможность тогда ещё получить прайм-кумира, пилигринью. Возможно, мы сейчас заберём. Это я ещё до того, как использовал баг. Да почти все пользовались багами. На самом деле, в 18-й версии там ещё и рынок мы ломали. Короче, чем только можно, тем занимались 18-й версии FIFA Mobile. Это была офигенная версия, которая просто дарила такие ощущения, от которых у вас появлялись незабываемые эмоции. Ну, может быть, кто-то из вас играл в 18-ю версию. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, с какой версии FIFA Mobile вы начали ваш путь. Ой, и забираем карточку пилигринью. И шо ж тут? Контент надо делать. Забираем всё же офигенную карточку. Ещё плюс монетки 500 тысяч. И эффект был... Прям реально офигенный эффект был, когда ты открываешь это всё, добро. После 18-й версии мы красиво залетаем в 19-ю версию. И здесь у нас были наборы за 250 монеток. Но это необычные монетки. Их просто так нельзя было получить. И здесь у нас был шанс тогда выбить ещё кумира офигенного. Не знаю, кто выпадет. А, Ривальдо. О-хо-хо. Блин, ну, прикольно, прикольно. Были моменты, однако, когда-то, да, выбивали кумиров офигенных. И вот этот 94-й, это считалось круто в 19-й версии. Вы не подумайте, что-то шо попало. Это реально крутая карточка была. С такими-то статами. Сейчас у нас, конечно, всё иначе. Если тебе выпал кумир, либо полупрайм кумир, то чаще всего у него статы похуже даже, чем ультимейт от сыроков. Мы начинаем вместе с вами знакомство с 19-й версии охоты за сокровищами. Но мы уже были не пиратами, а мы будем путешественниками по Сахаре. Это круто звучит. Я вам сейчас всё постараюсь показать. И, кстати, тайные артефакты тут тоже были. И у нас был абонемент. Не обычный абонемент. Был обычный абонемент сверху для вот обычных трудях. И вот нижний абонемент именно для тех ребят, которые готовы закинуть бабки свои и получить прям наилучшие награды. Поэтому давайте посмотрим, что же здесь находилось. Так, страница журнала, рейтинг. Как всегда, обычное усиление. Нефиаси, сколько усилок. Здесь находилась редкая усилка. Мастер Сахара и символы. За символы можно было получить прайм-кумиров. И я вам сейчас постараюсь показать, каких прайм-кумиров абсолютно бесплатно можно было получить. 19-й версии. Вы сейчас офигеете. Просто реально будете в шоке. Потому что я, когда пересмотрел этот материал, я охренел, насколько крутые охоты за сокровищами у нас раньше были. Легендарное усиление, рейтинги. И вот мастера Сахары и символ. Я сумею получить 95-й плюс. Конечно, не особо много наград. Хотелось бы, чтобы в абонементе побольше наград было. Символ. Одна штучка. Этот символ нужен для того, чтобы можно было забрать карточку самого Рональдиньо. Сотого рейтинга. Абсолютно бесплатно в этом событии. Поэтому, ребята, я могу вас обрадовать, если разработчики вспомнят те былые времена, возможно, не добавят в охоту за сокровищами еще одного прайм-ку мира. Бесплатного. И при том, они нам обещали. Возможно, это будет рандомно. Если вы прям жесткий лайкер, то вам, может, повезет. И вы сумеете получить прайм-ку мира бесплатно. Я не знаю, какая охота за сокровищами в этом году будет. Но все зависит от разработчиков. Надеюсь на то, что они одумаются и дадут нам еще одного прайм-ку мира. Было бы приятно. Символ. И сейчас мы посмотрим, какой 95-й плюс урок мне выпал. Хазри. Ну, на тот момент он не особо был именно в цене, можно так сказать. Показывают нам сердечко, которое перекрыли ей спортс. Ну, вот так вот они умеют, практикуют и делают. Карта сокровищ. Ой, эта карта сокровищ была моя любимая. Если я не ошибаюсь, и меня память не подводит, смотрите, можно было фармить энергию и за энергию проходить испытания. Чем больше у нас энергии было, тем больше испытаний мы могли пройти и получить вот эти вот фрагменты. Я вот точно не помню, как они там назывались. Вот эти вот. Короче, фиг его знают, но, думаю, мышка вам показывает. Вы фармите с помощью энергии эти жетоны, и потом можете открывать абсолютно любое количество наборов, и там есть шанс получить очень редкого игрока. Это ПП Акочу Прайм Кумира. Это не все, ребята. Это не все. Это все лишь 19-я версия. Вы могли получить здесь Прайм Кумира Акочу, Тайные Артефакты, Мастера 90+, символы. А за символы вы могли получить карточку Рональд Диньо 100-го рейтинга. Вы могли просто-напросто в этом событии получить двоих Прайм Кумиров. Абсолютно бесплатно. Вы когда-либо помните, чтобы Е-Спортс были такие щедрые, и в одном событии можно было сразу двоих офигенных Прайм Кумиров забрать? Я, честно, не особо помню, но то, что раньше делали Е-Спортс, можно только об этом сейчас мечтать. По-моему, если просто-напросто руководство вернется, и вот те разработчики, которые у нас были до этого, мы сумеем вернуть все самое лучшее, что было у нас до этого. А награды тут на самом деле очень крутые. Если я не ошибаюсь, я Кочу карточку выбивал. А еще с охотой за сокровищами связана карточка Мухаммада Салаха 100-го рейтинга. Абсолютно бесплатная, которая... Ну, надо было там нафармить на него жетоны, но почти все его получили бесплатно. Была супер-дешманская карточка, но с охотой рейтин Мухаммада Салаха это прям было супер-круто! Там у него такие статы были божественные. Я думаю, то, что многие из вас в 19-й версии играли, поэтому, не знаю, есть ли смысл вам рассказывать, показывать, но наборы были супер-крутейшие. Артефакты выбивали, символы очень редко падали, но зато бывало такое, что они реально выпадали. Вам нужно было нафармить ровно 6 символов, и тогда вы могли получить карточку Рональдинио. Это очень круто. Так, давайте посмотрим, мне игроки здесь выпадали. Так, игрок есть, 90+, но крайне редко выпадают игроки, но все же есть шансы, а когда есть шансы, ты уже, типа, понимаешь, что, вот не зря ты открываешь эти наборы. Возможно, удача будет на твоей стороне, и ты сумеешь выбить мастера, либо выбить карточку Окочи, ну или же символы себе получить. Одну или две недели мы вместе с вами двигались по Сахаре, а после этого у нас настала Амазонка. По Амазонке было намного ярче дверца, потому что здесь у многих из вас были шансы получить Казимиру сотого рейтинга. Ну, вроде бы, как Казимиру, мол, ошибался, конечно, но походу Казимиру. Вроде Казимиру. Если что, подправьте меня в комментариях, пожалуйста. Ух, сотый Казимиру! Да, 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 сотый Казимиру. Все, все, хорош, хорош. После того, как мы прошлись вместе с вами по Сахаре, в Амазонке у нас были намного круче награды уже. Смотрите, сколько много было наборов, это все фармилось за энергию. Если у нас будет такая же самая ситуация в этом году, я вам раскрою лайфхак, как можно будет нафармить очень много вот этих вот наборов с помощью кликера. Вот это прям реально легко можно будет сделать и вы сумеете тоже получить прайм-кумира, если, конечно, в 21 версии, хотя уже в 22 версии сказать, нам добавят прайм-кумира в наборы эти. Это было бы круто, чтобы нам такое сделали, потому что в 20 версии не такая крутая у нас была охота за сокровищами, к сожалению. Она достаточно неплохо выглядела, но не то, вообще не то было, то, что у нас было в прошлых версиях. Поэтому нужно ждать, нужно дождаться и узнать, что же для нас Ант подготовил с разработчиками всеми. Смотрите, карточка Рональдини сотого рейтинга. Многие могли его выбить. Да, шанс был максимально мизерным, но зато, если вы выбиваете из пака карточку Рональдини, представьте себе, как вы будете кричать, какой будет жесткий ор у вас на всю квартиру, не знаю, мне кажется, и соседи тоже услышат то, что вы выбили карточку Рональдини. Поэтому такие паки просто доставляют одно удовольствие. Посмотрите, как же круто все выглядело. Опять Казамиру, она была очень дешманской карточкой со временем. Вначале он был в цене такой хорошенькой, а потом типа начало всем выпадать и все забили на него огромный болт, но зато прайм кумира можно было получить. Не все его получили, но многие получили. Так что, это было реально круто. Сейчас вам покажу, как выглядело это событие. У нас был храм, здесь были разные сундуки с сокровищами и алмазы. И вот здесь вот фрагменты реликвии могли получить и карточку самого Рональдини, если он вам в наборе не выпал. Поэтому я обожал это событие, да и многие из вас его любили. У меня есть на канале ролик, где я сумел забрать карточку самого Рональдини. И это прям реально круто. А, здесь я сумел забрать Рональдини, что-то бляха, я до конца не посмотрел этот видос, но представьте, какие эмоции могут быть, когда ты забираешь карточку самого Рональдини. Так что, что вам сказать, одно удовольствие может подарить. И вот здесь окончь как раз составе находится, это убраться, если не ошибаюсь, я на аккаунте сейчас нахожусь, и Миша. Вот так вот. И красиво у нас прошла 19 версия. 20 версия FIFA Mobile нас покорила тем, что мы вместе с вами путешествовали по Атлантиде. И здесь у нас находилась карточка прайм-кумира Мальдини. Но я уже забрал Мальдини, и он находился именно в ТОЦах, поэтому я не имею никакого понятия, какой же у нас все-таки будет прайм-кумир. И в 20 версии, если я уже не ошибаюсь, нам прайм-кумира бесплатно перестали давать именно в охоте за сокровищами. Но возможно в этом сезоне что-то поменяется, потому что ESPORTS должны сделать какие-то выводы. Раньше у нас охота за сокровищами вызывала такой восторг, что прям люди с ума сходили, когда видели это событие. Поэтому мне кажется, то что нужно что-то срочно менять. И здесь, кстати, была офигенная карточка Чалханоглу и Сократиса. А заметьте, Чалханоглу у нас сейчас, грубо говоря, в национальных героях. Давайте пройдемся. Смотрите, вам нужно было передвигаться по колонне вверх, начинайте снизу и вверх поднимайтесь. Чем выше вы поднимаетесь, тем лучше награду вы получаете. Карточку Мальдини могли получить только если заполните все четыре колонны. Чтобы заполнить все четыре колонны, нужно было задолбаться. Чтобы одного ирака забрать, нужно было заполнить две колонны. А, даже пять колонн тут. Я чуть-чуть провтыкал. Короче, для одного ирака нужно заполнить две колонны. Вам на выбор давалась карточка любая 99-го рейтинга. И у нас были еще пузырьки. Давайте я вам сейчас покажу, как оно все выглядело. А, я же забыл самое еще главное. Совместно с выходом Охоты за сокровищем в 2020 году у нас был еще день независимости США. И здесь у нас был один всего лишь бесплатный набор, где был шанс выбить 103-го ирака. Здесь ираки достаточно неплохие были, потому что у них всех пейс офигенный был, статы более чем неплохие, более-менее неплохие, можно так сказать, чтобы правильнее. Мне рубария нравилась, но без доната вы не могли получить этих игроков. Поэтому в этом огромный минус. Ну, как всегда, покупайте один набор за 65-55-1 и дальше идете по тропинке и есть возможность выбить лучшего ирака. Что вам еще сказать? Охота за сокровищами Атлантида, она достаточно неплохая, но без прайм-кумира бесплатного. Вот чем именно и отличие всех прошлых. И не было никакого задротства кликером. Там, где вам нужно было фармить себе энергию, тогда уже получали ираков. Я, если не ошибаюсь, карточку полишеча выбил был. Хотя могу ошибаться. Хз, хз. А нет, выбил, выбил все-таки карточку полишеча. Смотрите, вот тогда еще лакер года был. Да, выбил карточку полишеча. Короче, качеля еще был. Так что такие дела. Красота, красота, красота. Параха, не нарадуйся, короче. Так, давайте пролистаем, вам покажу, что еще было. А сколько это стало? 33 ляма. Хорош. Смотрите, вот так вот колонны вот эти выглядели. Покажу, что там находилось. А, кстати, рукой можно было выбивать монетки. Ну, а что, короче, было тут? Фармил, фармил себе жетончики и получал все. А ну-ка, давайте проверим. Пузыри вам покажу. Смотрите, какой дизайн был просто сумасшедший. Дизайн реально красивый был. Именно Атлантиды один из самых лучших, мне так кажется. А дальше у нас после Атлантиды еще одно вышло. Именно охота за сокровищами. Чаще всего охота за сокровищами это два путешествия. Сначала одно, а потом второе еще куда-то. Все, сейчас мы подходим вместе с вами к рулетке. Это, грубо говоря, пузыри. Мы собираем все то же самое, как и сейчас у нас, но они разбросаны. И так создается эффект какой-то интересный от этого. Мне лично понравилось. И видно то, что вы получили ту награду либо другую награду. Открыли эту бульбашку. Пузыри. Ну, очень круто. Не знаю, как по мне, дизайн прям офигительный. Вот. Что вы скажете? Отпишите, пожалуйста, в комментариях ваши мысли. Как вам дизайн 20-й версии? Нравится, не нравится? А следующее после этого вышло такое себе. Мне не особо зашел как-то. Сейчас вам все покажу. После Атлантиды у нас появляется хода за сокровищами Эльдорадо. Ну, здесь немного все иначе обстоит. У нас нету карточки уже Мальдини и находится карточка самого Пиле 104-го рейтинга. Бесплатно вы ее тоже не сумели получить. Пизару карточку сумели получить бесплатно, но прайм-кумира уже не хватает все же. И есть спор, что нам обещали, что в этом году еще будет один прайм-кумир. Поэтому нужно дождаться именно и узнать все же какой это прайм-кумир. Потому что много вариантов есть, не знаю, кто точно будет. Ну, здесь достаточно неплохие карточки, но все привычно для нас. Вот как в ТОЦах было, все один в один особо не меняется. Стиль у нас чисто задний фон и роков новых добавляет. Ну, и награды немного они как-то миксуют. И Родригеса карточка 101-ая. Не помню, можно было ли его бесплатно получить. Вроде бы, да, возможно, нет. Запада карточка 102-ая, но не особо недорогие были на тот момент. Так что, если вот прям вы думаете, что они супердорогие не помню. Бляха, не буду врать, не помню, реально не помню. И здесь у нас был, и здесь у нас был раздел Альдорадо, нам нужно было выбивать эти монетки. Я хотел бы угадать, куда же мы все же переместимся вместе с вами в Япома Блэ 21-ой версии. Столько вариантов, много, то что, ну, прям угадать сложно будет. Еще была скрытая глава, где нам нужно было отыгрывать матчи, и за это мы получали награды. Монетки, усилки, и рок Альдорадо можно было получить 88-го бесплатно, но это такое себе, 88-ой на данный момент особо ничего не стоит, поэтому хз. Леты путешествия здесь находились, давайте проверим, что еще. А, золотой город. Мы здесь открываем вот эти вот монетки, и что-то нам выпадает усилки и так далее. Может быть, даже и роки здесь находились. Не помню, не помню точно. Ну-ка, давайте проверим. Монетки. А, возможно, количество монет чисто находилось разное. Да, монетки в разном количестве. Прикольно. в этом событии еще находились городские этапы. Можно было получить 87-го, 89-го, 92-го, 97-го, и даже, в конечном итоге, карточку Дугласа Коста. Бесплатно можно было ли его получить, не скажу. За донат? Думаю, да, да, уверен, что можно было. А бесплатно, ну, 50 на 50. Под сомнением, ну, возможно, и да. Ну, Дугласа Коста карточку забрать прямо сейчас, сотого, было бы прям реально круто. Еще и чтобы ранг прокачан у него был на 12, на 15. Я надеюсь на то, что вам этот ролик понравился. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите в комментариях ваши мысли. Как думаете, какое следующее у нас будет охота за сокровищами? Все зависит от вас. Ребята, лайкайте, комментируйте, поддержите, пожалуйста, мой канал. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok